Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд – «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам, пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Итак, сегодня пора рассказать о легендарном двигателе 1.4 TSI. Это один из первых даунсайдинговых моторов. Итак, встречаем! Поначалу он радовал всех, собирал призы и лестные отзывы. Но потом, благодаря ему, владельцы автомобилей с этим мотором лишались больших средств, которые тратили на капремонт этого двигателя. Да и автомобили с этим мотором быстро падали в цене. Но затем, как-то так получилось, что автомобили именно с двигателем 1.4 TSI рекомендовали к покупке. Видимо, ничего лучше не было. Итак, в 2005 году на автомобилях концерна VAG появились двигатели, турбированные объемом 1.4 литра, мощностью до 180 лошадиных сил. Причем были версии не только с турбонаддувом, но и с комбинированным наддувом, где турбине помогал приводной нагнетатель «Итан». Первыми появились именно двухнаддувные версии, а версии с турбокомпрессором появились в 2007 году. Сегодня мы расскажем о 122-сильном двигателе 1.4 TSI. Его устанавливали на все модели платформ Golf 5 и 6-го поколения. А это – Jetta, Siroco, Eos, Tiguan, Skoda Octavia, Skoda Yeti, Seat Leon, Alteo и Toledo. Этот двигатель бодро тянет Volkswagen Passat 7-го поколения и Skoda Superb. Также этот двигатель получили автомобили Audi A1 и A3. Концерт Volkswagen применял этот двигатель до апреля 2015 года. Что из себя представляет этот двигатель? Это представитель семейства EA111. У него чугунный блок цилиндров, 16-клапанная ГБЦ с гидрокомпенсаторами, цепной привод ГРМ, интеркулер имеет жидкостное охлаждение и встроен во впускной коллектор. На впускном распредвале установлен фазовращатель, впрыск топлива непосредственный, маслонасос без изменения производительности. Эти моторы впоследствии заменили на обновленные с ременным приводом ГРМ. Надежен ли двигатель 1.4 TSI? Сейчас будем разбираться. Отметим, что в этом обзоре мы будем говорить о слабых местах двигателя с мононаддувом. То есть, если вас интересует двигатель 1.4 TSI с цепным приводом ГРМ мощностью 122 лошадиные силы, а это самый популярный вариант, то всё самое важное собрано в этом обзоре. На 122-сильную версию мотора 1.4 TSI установлен турбокомпрессор Mitsubishi TD025M2. Этот турбокомпрессор поучаствовал в сервисной компании, которая была направлена на устранение заедания оси перепускной заслонки. Заслонка могла остаться в открытом положении, и тогда двигатель терял тягу из-за ощутимого недодува. Также заслонка могла остаться в закрытом положении, после чего ЭБУ жаловался на передув. Проверить подвижность заслонки можно ручным вакуумным насосом, просто подключив его к актуатору. По подвижности штока можно сделать вывод, подклинивает она или нет. А если турбокомпрессор снят, то можно просто вручную похлопать заслонкой. Вся проблема в том, что втулка оси изнашивается, возникает люфт, и это приводит к заклиниванию заслонки. Для решения проблемы производитель предлагал горячую часть турбокомпрессора, потому что именно в неё запрессована втулка оси заслонки. На сервисах предлагают перепрессовку изношенной втулки. Такой вариант намного дешевле, чем замена горячей части турбокомпрессора. А народные умельцы колхозят ограничитель, который не позволяет штоку открывать заслонку на максимум, потому что именно в таком положении чаще всего она и заклинивает. Сам шток турбины управляется вакуумным клапаном N75, в холодной части турбины установлен перепускной клапан N249, который направляет излишне надутый воздух по кругу. Как правило, с этими клапанами ничего плохого не случается. Катридж этого турбокомпрессора охлаждается антифризом. Иногда возможны утечки антифриза из-под трубок. При испарении антифриза на горячей части турбокомпрессора возникает неприятный запах в салоне, и видны следы выкипания из-под трубок. Для устранения этой проблемы надо заменить два уплотнительных кольца. В целом турбокомпрессор двигателя 1.4 TSI надежен, но бывают случаи, когда во впускной коллектор из-под крыльчатки турбокомпрессора выдавливается масло. Это может происходить из-за засорения трубки, по которой масло стекает из картриджа, а также в некоторых случаях может происходить из-за засорения маслоотделителя лабиринтного, который находится на передней крышке двигателя. Ну а на запущенных двигателях турбокомпрессор начинает выдавливать масло во впуск из-за засоренного катализатора или же воздушного фильтра. Жидкостный радиатор, установленный во впускном коллекторе, иногда трескается, и антифриз начинает поступать в цилиндры. Как правило, утечка небольшая, и о ней водитель узнает по снижающемуся уровню антифриза, а в ходе проверки никаких утечек не будет обнаружено. Поэтому надо сразу снимать впускной коллектор, течь будет обнаружена именно там. Если затянуть с решением этого вопроса, то утечка станет более интенсивной, тогда жидкость начнет скапливаться во впускном коллекторе и при определенных обстоятельствах попадет в цилиндры, что приведет к гидроудару. Для решения этого вопроса надо менять радиатор-интеркулер во впускном коллекторе. Двигатель 1.4 TSI оснащен непосредственным впрыском. Вся топливная система никаких нареканий не вызывает, но известны случаи, когда при пробеге в 300 тысяч километров изнашивается шток ТНВД, что приводит к протеканию топлива из-под сальника, уплотняющего шток. Разумеется, топливо стекает в ГБЦ и смешивается с маслом. Одним из симптомов такой проблемы является ошибка по переобогащению топливной смеси. Дело в том, что при работе двигателя топливо испаряется из горячего масла и через систему ВКГ попадает во впускной коллектор и тем самым переобогащает топливную смесь. Это известная проблема этого двигателя. Для ее решения надо заменить ТНВД и перед первым запуском двигателя активизировать процедуру по развоздушиванию топливной системы. Кроме того, известны редкие случаи отламывания штока ТНВД. При этом топливо тоже попадает в моторное масло, а также не достигается нужного давления топлива. При этом двигатель долго запускается, плохо тянет и возникают ошибки по топливной системе. Форсунки непосредственного впрыска мотора 1.4 TSI служат хорошо, но появление нагара из-за некачественного топлива и сомнительных присадок в нем приводят к появлению нагара возле сопла, а нарушения в распылении топлива приводят к подрагиваниям мотора на холостом ходу и при нагрузках, а также возможны пропуски зажигания из-за появления нагара на впускных клапанах. Форсунки можно почистить специальным средством, но лучше их заменить. Ну а сегодня разобрать этот двигатель нам поможет Александр. Встречаем и мы начинаем нашу разборочку. На двигателях 1.4 TSI очень удачная система вентиляции картера. Здесь нет мембранного клапана, а есть дросселирующие, которые отвечают за отсос газов и собраны в одной трубке. Трубка находится на клапанной крышке. На автомобилях с большими пробегами следует осматривать каналы от передней крышки через трубку с клапанами ко впускному коллектору. Из-за трещин, из-за подсоса воздуха, которые вызваны трещинами в этих трубках, могут возникать пропуски зажигания. Бывает, что клапан ВКГ при износе или загрязнении издает тарахтение. Маслоотделитель прилично работает и спрятан он в самом неожиданном месте – в крышке привода ГРМ. Двигатели 1.4 TSI печально известны износом цепи ГРМ. Она еле выхаживала гарантийный срок, т.е. не ходила более 80 тысяч километров. Проблема проявилась на всех рынках в 2008-2009 годах. Концерн ВАК так толком и не признал эту проблему, не организовал большой отзывной кампании и винил во всем производителей цепей. Т.е. проблему на гарантийных моторах решали по гарантии. А вот если перескок был на негарантийном двигателе, то тогда производитель компенсировал часть средств на ремонт двигателя. Также этот двигатель запросто может устроить встречу поршней и клапанов из-за неудачной конструкции гидронатяжителя. Дело в том, что гидронатяжитель не имеет стопора противохода, поэтому легко вдавливается и обеспечивает провисание цепи. Поэтому оставление машины на передаче под уклоном назад, а также попытки завести автомобиль на буксире приводят к продавливанию гидронатяжителя, провисанию цепей и встрече поршней и клапанов. На выживших ранних моторах 1.4 TSI при появлении шелеста цепи и ошибок по несоответствию сигналов с датчиков распредвала и коленвала приходилось менять весь комплект ГРЭМ на модернизированный. Последняя ревизия комплекта была в 2012 году. В приводе ГРЭМ никаких меток нет, а для выставления валов используют специальные фиксаторы. Обновить и поменять весь комплект ГРЭМ можно за одну рабочую смену. В модернизированный комплект ГРЭМ входит буквально всё – от самой цепи до фазовращателя. Во многих случаях комплект привода ГРЭМ меняли по гарантии. Оригинальный комплект стоит 550 долларов. Есть неоригинальные предложения, но в неоригинальные предложения не входит звезда впускного распредвала, а именно фазовращатель. В приводе ГРЭМ производитель обновил все шестерни. На последней версии двигателя 1.4 TSI с мононаддувом шестерня коленвала имеет 19 зубьев, было 18 зубьев, а ряд для привода маслонасоса всегда имеет 18 зубьев. Соответственно, для новой шестерни коленвала идёт новая цепь и новые звёзды распредвалов. Конструкция гидронатяжителя принципиально не изменилась. Стопропротивохода здесь нет, а вдавливанию противостоит внутренняя пружина. Дополнительно на двигателях с обозначением CAX нужно заменить втулочную цепь привода маслонасоса на зубчатую, а это ещё 150 долларов. С двигателями с обозначением CAX ранних партий частенько бывает так, что до снятия передней крышки непонятно, что установлено в приводе ГРЭМ. Если весь комплект заменён, то можно долго эксплуатировать двигатель, ни о чём не беспокоясь, а растяжение цепи можно оценить в диагностическом ПО по параметру адаптации распредвала. Если положение распредвала меньше нуля, то есть минус 2 градуса, то тогда надо менять цепь, её натяжитель и направляющие. Уже при минус 1,5 градуса цепь будет шелестеть пару секунд после запуска мотора. Новая цепь ГРЭМ способна пройти более 200 тысяч километров. Собственно, на обновлённых и допиленных двигателях 1.4 TSI с одной турбиной цепь ГРЭМ считается единственным слабым местом. Всё остальное, при условии нормального обслуживания, будет безотказно служить более 200 тысяч километров. Фазовращатель двигателя 1.4 TSI тоже не сразу получился удачным. Он выходил из строя, о чём говорило звонкое тарахтение после запуска мотора. При замене цепи ГРЭМ стоит осмотреть фазовращатель и проверить его ревизию. Нормальный фазовращатель с каталожным номером с буквой «Е» на конце. Легкосплавная клапанная крышка является верхней постелью распредвалов. Износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. Наблюдаем масляный налёт, который характерен для всех горячих моторов, но масляных отложений нет. Головка блока цилиндров двигателя 1.4 TSI в целом проблем не создаёт. Однако при больших пробегах и эксплуатации двигателя на некачественном топливе и масле возникает необходимость снятия ГБЦ для очистки впускных клапанов от нагара и даже для их притирки. Также иногда возникает необходимость замены направляющих клапанов. В очистке клапанов хорошо помогают специальные химические средства, которые наносятся на клапаны через впускные каналы ГБЦ. А теперь по состоянию видим, что моторчик подъедал масло и, скорее всего, масло гнало турбина, потому что масляного нагара во впускных каналах больше, чем в выпускных. Хон в цилиндрах неплохой, но в некоторых цилиндрах, особенно во втором, на поверхности цилиндра видны потёртости и обильный нагар на всех донышках поршней. Двигатель 1.4 TSI никогда не страдал масложором, однако многие экземпляры нуждаются в небольшой доливке масло между заменами. А вот замена поршневой группы нужна только в исключительных случаях на «залюбленных» моторах. Известны случаи разрушения поршневой на двигателях 1.4 TSI. Такая проблема происходит из-за детонации, вызванной некачественным топливом. Также проблемы с распылением топлива форсунками заканчиваются прогоранием поршней, но таких случаев немного. А теперь о состоянии. На коренных вкладышах мы видим небольшие потертости, но на ощупь они никак не ощущаются. Шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и никаких следов износа на коленвале. Но на поршнях мы видим залёгшие и закоксованные поршневые кольца, а также нагар на жаровом поясе. Верхние коренные вкладыши тоже в отличном состоянии. Разборка закончена, и сегодня мы перечислили немало слабых мест двигателя 1.4 TSI. Но на самом деле этот мононаддувный мотор в самой распространённой версии CAXA очень надёжен. Он способен пройти более 500 тысяч километров. За это время вам придётся сменить один-два раза привод ГРМ, а в целом при нормальном масле и топливе придётся на этом моторе менять только расходники. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и обязательно поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».